МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Но помилование как движение, начатое Владимиром Путиным, совсем не то же самое, что признание изначальной неправомерности заключения этих людей в тюрьму, констатирует автор заметки. А вот Блумберг оказался куда резче. На высказывание предлагает читателям решительный заголовок «Путинская симуляция правосудия». Делая похожий вывод, происходящее лишь подтверждает произвольный характер российской системы правосудия, издание также предполагает, Путин пытается еще и поправить свой имидж накануне зимней Олимпиады в Сочи. Цитата. Путин проницателен. С некоторых пор потраченные 48 миллиардов долларов на подготовку к Олимпийским играм выглядят как возможность предоставления трибуны для жалоправозащитников и прочих несогласных. Но оказавшись всего в двух месяцах от старта Олимпиады, Путин теперь намерен стремительно изменить ситуацию, пишет Блумберг. Однако никто из авторов не упомянул действительно любопытных подробностей полутаинственного помилования и стремительного перемещения Михаила Ходорковского в Берлин. Не рассказал о ключевой роли бывшего главы немецкого МИДа Ганса Дитриха Геншура в принятии решения об освобождении, его же помощи в вывозе экс-главы ЮКОСа в Германию и о том, что громкое помилование случилось всего за 8 месяцев до окончания тюремного срока, а в заключении Михаил Ходорковский провел более 10 лет. Британская Индепендент подхватила марафон полускандальных заявлений об отказах мировых лидеров посетить Олимпийский Сочи. На этот раз очередь дошла до премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Ссылаясь на источник в аппарате Кабмина, газета утверждает, глава британского правительства не поедет на Олимпиаду. Цитата. Премьер-министр верит в политику дипломатии и взаимодействия. Он не считает, что можно чего-то достичь при помощи бойкотов и широких жестов, приводит издание комментарий представителя Даунинг-стрит. Это высказывание призвано подчеркнуть, Кэмерон не собирается вступать в ряды бойкотирующих Олимпийские игры из солидарности с защитниками прав человека или же противниками проявления гомофобии в российском законодательстве. Вместе с тем, как уточняет Индепендент, уже известно, что на открытии игр в Сочи не будет немецкого, французского, американского и литовского президентов. Таджикская элита ездит на украденных автомобилях. Провокационный заголовок предлагает читателям немецкая газета Handelsblad. По данным издания, в автопарке высших руководящих лиц Таджикистана и их родственников находится большая часть из 200 автомашин, числящихся в розыске, но находящихся на территории страны. Цитата. Автомобили были обнаружены группой немецких и литовских следователей с помощью системы GPS. И поскольку таджикская сторона не отреагировала на соответствующий запрос и не конфисковала указанные автомобили, МВД Германии пришлось обратиться за помощью уже к министру иностранных дел Гиде Вестервелли, сообщает газета. Но даже вмешательство главы МИД Германии делу не помогло. Посольство Таджикистана старательно настаивает. Обвинение не имеет никаких оснований. На пути из Германии в Таджикистан авто пересекли границы нескольких государств, контролировались различными таможенными органами и теперь имеют чистые документы, пишет о бесславном финале истории Handelsblad. А вот Гардиан задалась куда более своевременным и актуальным вопросом, учитывая приближение праздников и стартовавший период беспробудных корпоративов. Что делать с похмельем и как его избежать? В материале «Наука о похмелье» автор Салли Адамс, стать имеющая докторскую степень и преподающая в университете психологию здоровья, пытается разобраться, какие напитки в большей степени способствуют проблемному восстановлению после возлияния, а какие, напротив, щадящим образом напоминают о прошедшем общении с алкоголем. Цитата. Интенсивность похмелья может зависеть от содержания в нём так называемых конгенеров. Конгенеры – это биологические соединения, которые появляются в процессе ферментации алкоголя, либо добавляются при производстве. Исследования, проведённые в 70-е годы, показали, спиртные напитки с небольшим содержанием конгенеров и с чистым содержанием этанола, такие как джин или водка, вызывают похмелье в меньшей степени, чем напитки с повышенным содержанием конгенеров, такие как бренди или «Красное вино», – приводит любопытные данные автор материала. Но тут же добавляют, похмелье как биологическое и физиологическое явление изучено слабо. Исследования на этот счёт проводилось немного, однако практически доказан фактор, который всё-таки стоит принимать во внимание любителям алкогольных феерий. С возрастом интенсивность и продолжительность похмелья возрастает, а сам процесс переносится сложнее, завершает материал Салли Адамс.